1922 год, Индия. Индийские археологи Сахин и Беннерджи ведут раскопки в долине реки Инд. Они обнаруживают руины ранее совершенно неизвестной древней цивилизации. Их называют Махенджадара, что означает «холм мертвых». Выясняется, что 5000 лет назад это был большой город-центр, удивительно развитый для той эпохи харапской культуры. Но ученые находят явные свидетельства того, что он был разрушен. Среди руин разбросаны сплавившиеся куски глины и других минералов, которые в далеком прошлом затвердели и превратились в стекло. Оплавление произошло при температуре около 1500 градусов. Это почти в полтора раза выше, чем у жидкой лавы. Как могла быть получена в те времена такая температура, к тому же не в кузнице, а на обширной открытой территории? Я в свое время участвовал в археологических экспедициях в Крыму. И там, значит, в печах, в которых обжигали долгое время, столетиями, керамическую посуду, не был найден никаких следов оплавления стенок этих печей. Чтобы выяснить, отчего погиб один из древнейших городов мира, историки изучают предания. В индийском эпосе Махабхарата говорится о каком-то поразительном оружии, заряженном силой всей Вселенной. Мощность этого мифического оружия была так велика, что вода начинала кипеть, а рыбы обугливались. Такое не могло произойти от обычного пожара, даже если бы город горел много дней. В конце 20 века исследователи Дэвид Девенпорт и Энрико Винчетти делают сенсационное заявление о том, что Махенджа Дара был уничтожен за 2000 лет до нашей эры в результате ядерного взрыва, сравнимого с мощностью бомб, сброшенных на японские города Хиросиму и Нагасаки. Кто же на самой заре истории мог создать атомную бомбу? Может быть, наша история просто движется по спирали, а мы помним лишь последний ее оборот? История Древней Индии таит множество загадок. В ней явственно прослеживаются следы поразительно высоких знаний седой старины. Как оказалось, в ней издревле существовали многие понятия, которые вполне подходят к современным техническим достижениям. С появлением летательных аппаратов тяжелее воздуха во всех языках мира, практически во всех, появилось новое слово – аэроплан. А в Индии не надо было этого слова изобретать. Там с древнейших времен есть понятие вимана, что значит буквально «летающая колесница». И вот эти виманы, иначе они называются огнехотра, они описаны в индийском эпосе. Дошедшие до нас свидетельства о древних летательных аппаратах, виманах, настолько подробны и детализированы, что было бы совершенно глупо сваливать это все на фантазии древних земледельцев или скотоводов. Слишком это не согласуется просто с мировосприятием человека, независимо, современного или древнего. Но если все это действительно когда-то существовало, то должны были где-то остаться и следы или развалины аэропортов. Среди загадок древности занимает особое место аэродром Юндум, который находится в небольшой и очень бедной стране Африки Гамби. Дело в том, что сама Гамби производит сейчас на экспорт арахис. Понятно, что для такого груза не нужны ни быстроходные самолеты, ни катера на воздушной подушке, ничего. И вдруг в этой стране, у которых вся сеть дорог всего 3000 километров, асфальтом покрыто меньше тысячи, в стране, у которых только в 1998 году появился первый светофор, вдруг появляется аэродром международного класса. Спрашивается, откуда, на какие деньги. Но оказывается, власти Гамби к этому аэродрому, тем более его строительству, не имеют ни малейшего отношения. Его просто случайно нашли в степи. Это оказалось тщательно отшлифованные искром негигантские плиты, плотно прилегающие друг к другу. И когда их нашли, властям оставалось только законопатить швы между этими плитами, заново наложить асфальт и провести разметку. И аэропорт был готов. Тем более, что этот аэропорт мог и может принимать практически самолеты любого тоннажа. Кажется странно, парадокс. Но с другой стороны, если мы вспомним сказания и легенды о Виманах, то есть о древнеиндийских летательных аппаратах, которые, если правильно переведены древние единицы измерения, могли летать со скоростью до 800 километров в час, на высоте до 12 километров, обладали реактивными двигателями с тягой до 9 тонн, то такие Виманы должны где-то садиться были. И вот как один ответ на этот вопрос, видимо, является этот аэропорт в Юндум, находящийся в далекой Гамбии. Санскрит уже тысячи лет считается мертвым языком. Но понятие Вимана вполне подходит к современным воздушным судам. Слово не могло возникнуть просто так, на пустом месте. Ведь человек даже в своих фантазиях отталкивается от практики. Древние люди вообще, на мой взгляд, не увлекались фантастикой или фантазиями. То, что мы сегодня понимаем под понятием миф, это не фантазии древнего человека, это их система описания окружающего мира, просто дошедшая до нас уже в несколько трансформированном виде, естественно, за тысячелетия. Поэтому не следует приписывать нашим предкам, древним предкам, какие-то свойства человека современного, человека, порожденного городской цивилизацией. Сказки – это сказки. Фантастика – это совершенно другой жанр, жанр современный. Древние люди не фантазировали. Они просто в силу своих знаний, возможностей, взглядов описывали окружающий мир. Сама фантастика всегда отражает представление об эпохе, в которой она была создана. Если в 19 веке считалась фантастикой описание Жюль Верном подводной лодки «Наутилус», то в 20 веке подводные субмарины стали для всех привычны. А фантастикой в 20 столетии считали уже межпланетные перелеты и общение с жителями иных миров. Но как это ни поразительно, предания Индии, даже если их причислить к порождениям человеческой фантазии, вполне напоминают фантастику нашу современную, а вовсе не предыдущих веков. В свое время индийцы, индийские мои друзья из посольства Индии в Москве, зная мой интерес к Индии, и в особенности к загадкам седой индийской древности, подарили мне книгу профессора Нараянана «Война в древней Индии» «War in Ancient India». Книга была издана в 1944 году в Мадрасе очень небольшим тиражом. И вот этот раритет, моя настольная книга, из которой я черпаю и знания, и даже вдохновение. В этой книге приводится большой арсенал, которым располагали древние воители, и собраны эпизоды из многих преданий. Как это ни удивительно, но нередко описывается оружие, которое нам сегодня даже трудно представить. Эпизод с посохом из эпоса Махабгарата. К некой ашраме, то есть обители мудрецов, подступило несметное вражеское войско. Мудрец Вишва Митра, что с санскрита переводится как «вселенский всеобщий великий друг», сказал своим собратьям-отшельникам, «Не беспокойтесь». Он вышел перед вражеским войском, воткнул посох и спокойно ушел. И ни стрелы, никакие летательные и метательные аппараты, снаряды не могли преодолеть вот то, скажем теперь так, защитное поле, которое установил мудрец Вишва Митра. Тогда неприятельный решил привергнуть к сверхоружию, которое могло в одночасье, в одну секунду испепелить весь этот мир сущий, весь мир приходящий. Даже боги, узнав о намерении царя, встревожились и собрались в небесах, взволнованно глядя на землю. Однако и сверхоружие не смогло преодолеть заслон в виде простого посоха. Вопрос, что генерировал этот посох? Какое поле защитное? Конечно же, когда мы говорим о таких посохах-приборах, это предполагает некие совершенно уникальные, точные знания индийцев. Да, они обладали такими знаниями, как сверхбольшими величинами оперировали, так и сверхмалыми. Ну, например, им был известен возраст Земли в виде длительности жизни творца Вселенной Брахмы. И он составлял 4 миллиарда 320 миллионов лет. Это близко к реальному возрасту Земли. 4,5 миллиарда лет. Исследователи считают, что в индийских легендах и сказаниях под тысячелетними наслоениями скрываются сведения о знаниях, которыми обладали люди в незапамятные времена. Древние источники утверждают, что существовали летательные аппараты для странствий в пределах Солнечной системы и даже на межзвездные расстояния. А есть особые аппараты Виманы и Агнихотры, которые перемещаются в пределах Накшатра Мандала, то есть звездной системы. Вот разные виды летательных аппаратов. Кстати, вот у меня сейчас в руках некий атрибут почти любого буддийского богослужения. Вот такая занятная вещица. Но считается, что это прототип летательного аппарата Виманы, которая не только управлялась, но и движителем ее был мозг человеческий. Она двигалась силой мысли. Благодаря этому можно объяснить глубокую убежденность древних индейцев в том, что существует множество иных миров, и они населены высоко разумными существами. Еще Александр Македонский был поражен тем, что в Индии подобные вещи знали даже простые крестьяне, тогда как в просвещенной Греции такие вопросы могли обсуждать лишь образованные ученые и философы. В древних санскритских писаниях также есть весьма глубокое знание биологии и особенно эмбриологии. Можно найти описание того, как человеческий эмбрион он постепенно развивается, начиная от яйцеклетки. Это нечто такое, что не было известно в Европе вплоть до 17 века, пока не был разработан микроскоп. 1973 год. Индия. Группа индийских ученых издает перевод древнего труда под названием Виманика Шастра. Сегодня он хранится в Центральном архиве Дейли. В книге подробно описаны действия воздушных колесниц или виман. Оказывается, что виманы были настолько прочными, что их нельзя было сломать или сжечь. Причем это вовсе не предание, а настоящие технические трактаты. Виманика Шастра буквально это переводится с санскрита как самолетостроение, если угодно, как наука о построении летательных аппаратов. Больше того, в древних текстах упоминаются иногда 14, иногда другое количество металлов, необходимых для построения таких летательных аппаратов. Но беда в том, что мы до сих пор не можем найти точные наименования этих металлов. Сегодня ученым нелегко восстановить, что в древности понималось под тем или иным словом. Здесь не годятся трактовки, здесь нужен дословный перевод и точное понимание того, что индейцы называли топливом своих виман. Они называли это раса, слово созвучное русскому слову раса, то есть жидкость некая на современном хиндии. Это значит сок, нектар, влага, живительная жидкость. Но что это было, условно переводят как ртуть. Была ли это ртуть? Вряд ли. Вот докопаться до того, что же из себя представляло это топливо под названием раса, может быть это и было бы эпохальное открытие? В древнем трактате есть поразительно современное описание того, что вимана это аппарат, который может летать из одной страны в другую и даже из одного мира в другой. Может ли это означать, что речь идет о межпланетных перелетах? Например, в древних санскритских писаниях Индии, которые называются Веды, мы можем найти описания космического корабля. Их называли Вимана, и на них люди могли путешествовать к другим планетам. И есть даже описания аппаратов, на которых можно было путешествовать сквозь различные измерения в космосе. Мы также находим описание оружия, напоминающего наше современное атомное оружие, которое на санскрите называлось Брамастра. Вполне современно звучит и описание того, как построить Виману. Крепким и долговечным следует сделать корпус Виманы, подобно огромной птице из легкого материала. Внутри надо поместить двигатель с железным нагревательным аппаратом под ним, при помощи силы, скрытой в жидком горючем, которая приводит ведущий смерч в движение, человек, сидящий внутри, может путешествовать по небу на большие расстояния. Колесница начинает разгоняться и сразу превращается в жемчужину в небе. В рамане в рамане немного немного упоминания о том, как боги сражались в небе, используя виманы. В древних текстах приводится множество описаний летающих аппаратов, похожих на самолеты или другие средства передвижения в пространстве. там также рассказывается, как Равана, царь Шри-Ланки, это остров Цейлон, перелетел в Айотхью. Это в современной Индии северо-западный штат Утар-Прадеш. Оттуда до Шри-Ланки это остров Цейлон очень дальний путь, более двух с половиной тысяч километров. Так что это все не просто мифы. Но связь между древней и современной наукой была потеряна. Эти сведения были собраны современными индийскими учеными. В первую очередь это доктор Прабхо из Хайдарабада. Виманика Шастре формулы сплавов металлов и стекла даются в санскритских терминах, которые трудно найти в обычных словарях. Доктор Прабхо, директор и координатор программы Национального информационного центра в Хайдарабаде многие годы занимался расшифровкой древних формул. Он обнаружил, что некоторые из этих названий приводятся в словарях аюрведы, древней индийской медицины и химии. Он долго консультировался с аюрведическими врачами и химиками и смог определить вещества, которые были обозначены древними названиями. Затем он попробовал сам сделать их в лаборатории, используя древние инструкции по смешиванию, нагреванию и охлаждению материалов. Неизвестные нашей науке сплавы были лучше, чем современные, и он их запатентовал как новое открытие. Результат оказался поразительным. Было синтезировано несколько веществ свинцовой и медной сплавы, а также особый вид стекла. Оказалось, что эти вещества имеют именно те свойства, которые описаны в Виманика-шастре. Так в тексте говорится, что свинцовый сплав это материал, поглощающий свет. И лабораторные испытания показали, что он действительно поглощает даже свет лазера. Это означает, что в древности действительно существовала подобная техника. Но в таком случае упоминания о ней должны были остаться не только в эпосах и научных трактатах, но и в других литературных источниках. Можно обратиться к такому источнику, как Панча-тантра. Буквально с санскрита это переводится как Пятикнижие. Это учебник по учениям, поучительных историй для царевичей и вообще благонравных юношей. Там есть такой, например, эпизод очень занимательный. Некий Ткач влюбился в дочку царя. Но вот беда. Та жила на крыше высоченного дворца. Как же туда забраться? А Ткач обуреваем тысячу желаний. Он обращается к своему другу тележнику, то есть современным языком механику. Механик говорит не расстраивайся я сделаю тебе Гаруду. Гаруда это мифическая птица, которая в древней Индии переносила богов. Ее прообразом был видимо какой-то реальный летательный аппарат. Тележник сделал Гаруду и начал учить Ткача как с ней обращаться. Если ты клин вставляешь, Гаруда тебя переносит в любые неведомые тебе страны, края. Если ты клин вынимаешь, Гаруда опускает тебя на землю. Это настолько рядовой эпизод из Панча Тантры, что невольно возникает ассоциация, может быть, летательные аппараты в древности были, как в наше время, самобеглые коляски, автомобили. Очень занятный эпизод, но вместе с тем весьма-весьма показательный эпизод. Что, с другой стороны, доказывает эту реальность? Оказывается то, что они могли ломаться. В специальном наставлении по ним, которое приведено в Вимане Кишастре, указывается 32 вопроса, которые пилоты должны были обязательно знать, чтобы их допустили к пилотированию Виманы. И эти вопросы связаны не столько и не только с пилотированием, но и с ремонтом. Какой материал взять, как его приготовить, как его использовать при ремонте. Соответственно, любая техника склонна ломаться, реальная техника. Ведь в конце концов никто не придумывал инструкции для пилотирования ковра самолета или управления печкой Емели. А так как эти инструкции для пилотирования Виманами были нужны, мы лишний раз это подчеркиваем то, что Виманы в конце концов были реальностью. Что еще более удивительно, упоминаемая в книге технология коренным образом отличается от современной аэрокосмической техники. Большинство летательных аппаратов не нуждались в горючем, а приводились в движение с помощью внутренней энергии пространства. Мы даже не освоили того, что мы вроде бы как знаем. Есть магнитное поле Земли. Казалось бы, дармовой источник энергии. Черпай оттуда энергию, черпай в каких угодно кристаллах, может быть, в установках собирай. Мы пока не можем придумать технологического способа, который был бы достаточно эффективен. А ведь источник буквально окружает нас. не знаю, что это сделали боги. Но кем были эти загадочные боги древнего мира? Вопрос, как относиться к термину боги. Можно это воспринимать как выдумку и совершенный миф, или обожествление предков, например, а можно воспринимать как представители некой высоко развитой цивилизации, гораздо более развитой, чем наши отдаленные предки. Понятное дело, что если, скажем, поставить древнего римлянина в современную цивилизацию, да, с его телевидением, интернетом и так далее, то для него это будет казаться цивилизацией богов. В Индии воплощения бога назывались аватарами. Аватар это божественное существо в человеческом теле. Они имели великие знания и давали их всему человечеству. И когда дхарма, то есть мораль на земле падала и разрушалась, то снова приходил аватар и восстанавливал справедливость и моральные устои. Но внешне они имели именно человеческий облик. Они ели, пили, у них были семьи и жены. Об этом же говорит и христианская Библия, повествующая о сынах Бога, которые брали в жены дочерей человеческих. Но тысячи лет назад, как и сегодня, человечество поддалось соблазну использовать полученные знания во зло. Тогда, как и сейчас, оно смогло создать чудовищное оружие. Анализ описанных в древнейших книгах средств ведения войны привел исследователей к догадке о причине внезапной гибели Махенджадаро. По мнению ученых, город уничтожен оружием огромной разрушительной силы. Махенджадаро. Один из древнейших городов мира. Ученые долго не могли найти разгадку тайны его внезапной гибели. Сегодня город находится на территории Пакистана. В конце 80-х годов 20-го века были опубликованы заключения археологов, что по некоторым данным он был построен свыше 10 тысяч лет назад. Имел население более 40 тысяч человек. Сложенные из кирпича древние колодцы после раскопок высятся как башни. У их оснований раскопаны стены домов в еще более древних слоях. Однако позже датировку ограничили лишь пятью тысячами лет. Но тем не менее достижения этой древней цивилизации впечатляют. Махенджадаро, как и Харапа, находится в долине реки Инт. Город был прекрасно спланирован и снабжен водопроводом. Его улицы были ориентированы точно по сторонам света и располагались по сетке. Вода подавалась во все дома. Улицы имели ширину 10 метров. Раскопки показали, что там была дренажная система, которая в Европе появилась лишь в 20 веке. И была система канализации, которая защищала от распространения инфекций. В культуре Махенджадара, кроме общественных бассейнов, были также бассейны и в частных домах, прямо как в современных развитых странах. Выходит, что наши предки могли иметь дома с бассейнами, едва выйдя, если не из пещер, то из хижин. Или логичнее предположить, что это еще одно свидетельство цикличности истории. Древняя письменность, которой пользовалась исчезнувшая цивилизация, до сих пор является загадкой для ученых. Они безуспешно борются над ее расшифровкой уже много лет. Это была в основном сельскохозяйственная культура, но там не было найдено даже следов обычного древнего оружия, никаких наконечников стрел или копий, мечей или палец, ничего. Но это и есть главная и самая страшная загадка этой цивилизации. Она погибла внезапно. Что же здесь произошло? В индийских эпосах Махабхарате и Рамайане говорится о поразительном оружии, имеющем силу всей вселенной. Древний текст описывает, как его применение вызвало слепящий свет и огонь без дыма. Его взрыв по яркости напоминал 10 тысяч солнц в зените. Мне представляется, что там вполне могло быть применено какое-то сверхоружие, которое принесли с собой арии, племена ариев, пришедшие в Индию в третьем тысячелетии до новой эры. Иначе объяснить все параметры воздействия на население и почему этот город был внезапно покинут его жителями невозможно. Только какое-то оружие было применено, которое сделало невозможное пребывание на этой территории. На руинах Мохенджадара явно видно воздействие очень высокой температуры и сильнейшей ударной волны. Найденные в эпицентре осколки керамики оплавлены. Химический анализ образцов, проведенный в Римском университете и в лаборатории Национального Совета Исследования Италии показал, что они подверглись воздействию температуры около полутора тысяч градусов по Цельсию. Это намного выше, чем у жидкой лавы 1100 градусов. Такую температуру на самой заре истории непросто было получить даже в горне-металлургической мастерской, но чтобы подобное было на обширной и открытой территории, для этого по нашим представлениям нужен атомный взрыв. Улицы Мохенджадара были усыпаны черными кусками стекла. Выяснилось, что эти круглые куски были глиняными горшками, расплавившимися от сильного нагрева. Подобные вещи происходили на ядерных полигонах. Например, 16 июля 1945 года во время первого испытания атомной бомбы на полигоне в пустыне Нью-Мексико на месте взрыва около 600 квадратных метров песка превратились в зеленое стекло толщиной в сантиметр. В середине 80-х руины Мохенджадара начинают изучать современные исследователи англичанин Дэвид Девенпорт и итальянец Энрико Винченци. Они определяют центр взрыва, диаметр которого составляет около 50 метров. На этом месте все кристаллизовано и расплавлено. На расстоянии до 60 метров от центра взрыва кирпичи и камни оплавлены с одной стороны, что указывает направление взрыва. Только этим можно объяснить всю массу фактов. Попытки объяснить оплавление стен зданий города древнейшего Мохенджадара и камней в Шотландии которые в настоящее время объясняются путем пожаров которые навели непрошенные захватчики в городах и какими-то военными действиями вплоть до применения даже греческого огня они просто несостоятельны в силу того что температура которая при этом развивается не в состоянии оплавить ни камни ни тем более гранит. Другой загадкой для исследователей остается очень высокий уровень радиации в районе взрыва еще в 1922 году археологи нашли 27 полностью сохранившихся человеческих скелетов они держали руки так будто их захватила врасплох какая-то беда люди погибли прямо на улицах мирно занимаясь своими делами некоторые пытались прикрыть детей и словно бы закрыться руками от неба для нас это напоминает картину воздушного налета находят в Индии до сих пор находят скелеты уровень радиации в которых превышает нормальный фоновый в десятки в сотни в тысячи раз откуда насколько известно в Индии нет выходов естественной радиации это где-то в Южной Африке есть такие естественные выходы в Индии нет таких выходов естественной радиации ответ напрашивает сам собой когда-то были источники сверхсильные ядерного излучения это могли быть те ядерные взрывы которые описаны и в Махабгарате и которые в конце концов разрушили и Махенджадару и Хараппу даже сейчас спустя четыре с лишним тысячи лет уровень радиационного фона этих скелетов близок к той дозе облучения которую получили жители Хиросимы и Нагасаки костяки значит древнейших скелетов они как бы как все равно грибы аккумулируют себе соли тяжелых металлов и их фон радиоактивности выше чем окружающие поверхности но вот если окружающая поверхность не имеет радиоактивности а сами скелеты имеют высокую радиоактивность то это нельзя объяснить ничем кроме как облучения после 12 лет исследований Дэвид Девенпорт и Энрико Винченти приходят к ошеломительному выводу о том что в древних индийских эпосах Махабхарате и Рамайине описаны подлинные события которые произошли много тысяч лет назад в 1996 году они делают сенсационное заявление о том что Махенджа Дара и несколько других древнейших городов в этом регионе были уничтожены в результате ядерного взрыва в преданиях это оружие называется Брамастра что в переводе означает оружие Брахмы Творца Вселенной в древности как и в наше время такие разрушительные средства доставлялись к цели на летательных аппаратах Виманах на протяжении многих тысяч лет как раз древние легенды и считались историей только последние 200 лет мы от этого отошли грубо 200 лет а то и меньше но вернемся мы рано или поздно к этому но на другом уровне понимая что в них определенным образом отразились и реальные события когда пришли Арии население с этих мест перебралось в Южную Индию современные Тамилы родственны древнему населению Махенджадара история древних Ариев сохранила даже имя одного из пилотов поразительно современно звучит то как описывается это событие Гуркха летя на своей быстрой и мощной вимане бросил на три города заселенных расами Вриши и Антхак единственный снаряд заряженный силой всей вселенной раскаленная колонна дыма и огня яркая как 10 тысяч солнц в зените поднялась во всем своем великолепии это был гигантский посланец смерти который превратил в пепел всю расу Вриши и Антхаков что это могло быть нечто сравнимое с ядерным оружием заметил еще в 40-х годах прошлого века профессор Роберт Оппенгеймер который пораженный увиденным на испытаниях взрывом читал вслух отрывок из древнего эпоса один из физиков которые разрабатывали американскую атомную бомбу Роберт Оппенгеймер изучал санскрит и во время испытаний атомной бомбы он цитировал стихи из индийского эпоса Махабхарата где описывался такой взрыв как тысячи солнц сияющих в зените Этот древний текст также описывает как вычислять атомное время мы только недавно узнали как это можно сделать и в современной науке мы имеем атомные часы но идея вычислять время согласно движению атомов может быть найдена и в древних санскритских писаниях Совершенно поражает воображение еще одна единица времени под названием кашпа это одна трехсот миллионная доля секунды зачем такая величина потребовалась в современном мире пожалуй только физика элементарных частиц оперирует такими сверх малыми временными отрезками потому что как раз вот кашпа одна трехсот миллионная доля секунды соответствует периоду существования некоторых элементарных частиц у сверхоружия в индийском эпосе есть несколько разных названий но все его виды обладают невероятной разрушительной силой могут сжечь весь наш мир не менее поразительно и описание воздействия радиации на тех кто выжил у них выпадали волосы и ногти появлялись язвы и они вскоре умирали от болезней вы знаете не только в Махабгарате а в других текстах у них очень много нет смысла их перечислять но не только ядерное оружие которое ярче тысячи солнц и после применения которого местность становилась мертвой воду нельзя было пить женщины не могли рожать описаны десятки десятки прочих вооружений части из которых мы находим аналоги а часть остается попросту мистической откуда согласно самим индийским источникам взялись эти сведения божественный герой Арджуна в течение пяти лет в отдаленных краях называемых третье небо постигал астровидью буквально это слово значит звездная то есть высшая совершенная наука это астровидья в частности описывает массу видов какого-то страшного небывалого оружия это ибрахмадандай ибрахмаширас и так далее и так далее и есть какие-то совершенно неведомые нам виды вооружения например что такое сушка знакомые созвучия правда это или сушка белья на солнышке или бараночка хрустящая так вот на санскрите сушка это некое оружие которое солдат противника превращало в мумий другое очень интересное оружие оно называется санмохан астра это оружие которое погружало солдат противника в полное оцепенение они теряли полную всякую возможность сопротивляться было еще и оружие известное в древних источниках под названием андра но сегодня никто не знает что это такое принцип его действия был неизвестен даже самим автором трактатов дошедших до нашего времени современных аналогов этому пока не существует все это сугубо описательно и загадкой был уже в то время так вот андра некое оружие которое позволяло низвергать на противника потоки чудовищные потоки воды что это управление климатом возможность вызывать искусственные дожди еще что-то это тоже загадка было ли в Махенджа Дара действительно применено ядерное или какое-то другое неизвестное нам оружие многим ученым уже стало ясно что история действительно движется по спирали но если человечество когда-то так много знало то как оно могло все забыть и скатиться снова чуть ли не к каменному веку здравый смысл подсказывает что это невозможно а если выяснится что далеко не все было забыто всем известен современный индийский флаг в его центре находится эмблема Ашоки Ашока был великим гуманистом и полностью отказался от войн он был буддистом и рассылал миссионеров по всему миру еще в третьем веке до нашей эры он создал тайную организацию которая называлась общество девяти неизвестных Ашока запретил жертвоприношения и построил целую сеть университетов бесплатных больниц и гостиниц причем не только для людей но даже для животных он был первым в истории кто установил пособие для бедных и образование за счет государства он говорил все люди мои дети все чего я желаю для своих детей а я желаю им богатства и счастья в этом мире и в следующем того я желаю и для всех людей и чтобы его подданные жили в мире и не могли использовать творение разума во зло Ашока основал тайное общество девяти неизвестных члены этого общества собирали и хранили древние источники чтобы опасные знания не попали в руки недостойных и такая традиция до сих пор сохранилась в Индии мудрому царю Ашоке было чего опасаться научные сведения которыми располагали его ученые даже по современным меркам кажутся невероятными так одна из книг была посвящена преодолению гравитации и управлению ею созданию в земных условиях искусственной невесомости а что нужно делать при атомной атаке оказывается также было известно задолго до 20 века и в Махабгарте есть эпизоды которые рекомендуют воинам после того как свиманы были выпущены страшные снаряды поражающие все лишающие человека плоти живой есть рекомендации что надо найти чистый источник воды и совершить омовение здесь вполне можно проследить традицию которой сохранилось до сих пор совершил омовение в священных водах Ганга смыл грехи получил новую путевку в жизнь и так далее может быть с тех времен идет нынешнее обычай совершать омовение в священных водах в священных миллион омени Но самое поразительное совсем другое. Понятие парабрахмана выражено в математике цифрой ноль, которую весь мир использует сегодня. И без этого понятия в нашем мире просто не могли бы быть созданы компьютеры, которые работают на бинарной системе. Современная система обработки информации, базируясь на двоичном коде ноль и единица, также получила свое рождение, как ни странно, в древнеиндийской и древнекитайской мифологии. Именно там эти понятия начали использоваться, и именно на этих понятиях основана вся наша современная машина информационной цивилизации. По существу этого мы являемся наследниками древнейшей цивилизации даже на уровне машинной техники. К концу 20 века науке стало ясно, что наши далекие предки знали и умели многое из того, что человечество снова открыло через тысячелетия. Ученые также выяснили, что загадочная процивилизация погибла не только из-за геологических катаклизмов. Многие древние города, не только в Индии, были уничтожены оружием огромной разрушительной силы, вполне похожим на наши атомные бомбы. Это жестокое самоистребление отбросило человечество далеко назад, почти снова в каменный век. Вот тогда и началась та официальная история, которую мы сегодня знаем. После этого высшие существа, принесшие знания в древности, стали объяснять людям, что сама по себе техника без доброты и морали не только опасна, но и губительна. Но сегодня мы опять подошли к той роковой черте, приступив, которую можно спираль истории превратить в замкнутый круг. И единственное наше спасение – это заповедь, которая с глубокой древности была дана во всех мировых религиях. Возлюби ближнего, как самого себя. 1979 год. Пакистан. Молодой английский исследователь Дэвид Дэвенпорт и его итальянский коллега Этторе Винченти прибыли на раскопки древнего индийского города Махенджадаро. Увиденное ими не поддавалось никакому логическому объяснению. На улицах города были беспорядочно разбросаны останки людей. Скелеты лежали в неестественных позах. Одни пытались заслонить с собой детей, другие закрывались руками от неба. Складывалось впечатление, что смерть настигла людей внезапно. Страшная катастрофа в одночасье уничтожила древнюю цивилизацию. Но следующее открытие поразило исследователей еще больше. Скелеты древних жителей Махенджадаро излучали дозу радиации в несколько раз превосходящую норму. Меня зовут Анна Чаповна. И я начинаю расследование. Эти факты ставят в тупик современную науку. То Земля становилась видимой, то невидимой. Это не поддается логическому объяснению. Уничтожим с вами всегда. Что ожидает человечество в будущем? Крестницы, тем более богами. Апокалипсис уже сегодня. Мы идем к этому. Тайны мира. Это руины древнего пакистанского города Махенджадаро. С языка синхи это переводится как хоум мертвецов. Такое имя городу дал индийский археолог Рахул Банирджин, когда обнаружил его руины в 1922 году в русле реки Инд. По мнению ученого, это был самый величественный город древней индийской цивилизации Хараппа. Его население составляло почти 80 тысяч человек. Пять тысяч лет назад Махенджадаро был самым настоящим мегаполисом. Неприступная крепостная стена со всех сторон. Строгая планировка улиц и домов, система водопровода и канализации. Жизнь в Махенджадаро была совершеннее и комфортнее, чем во многих городах современности. Но в одночасье древняя цивилизация исчезла. Дальше возникает много вопросов. Если такая цивилизация существовала, она не может исчезнуть быстро. А куда делись жители? После нескольких недель раскопок, английскому исследователю Дэвиду Дэвинфорту удалось обнаружить останки всего около сотни человек. Но они не были захоронены. Скелеты были разбросаны беспорядочно прямо на улицах. Какое-то население было застегнуто врасплох и в домах, и на улицах. Но по тому, как они расположены, скелеты, как бы полагались, катастрофа была неожиданной. Первое, что бросалось в глаза – необычный характер разрушения городских построек. Это не было похоже на захват варварскими племенами. Здания не были разрушены временем. Никаких следов землетрясения или потопа. Внимательно изучая карту древнего города, Дэвид Дэвинпорт обратил внимание на одну особенность. Максимальное количество разрушений было сосредоточено в одной области – некоем эпицентре. Внутри него все строения были буквально сметены, как будто их накрыл невероятно мощный шквал или невероятно мощный взрыв. На окраинах города разрушений меньше, чем в центре. То есть мы можем говорить об эпицентре взрыва. Это снимок из космоса руин Махенджадаро. На нем отчетливо видна воронка диаметром 200 метров. По ее краям археологи обнаружили тектиты. Так в научном мире называют темно-зеленые куски стекла. Они образуются из глины и песка под воздействием высокой температуры – около полутора тысяч градусов. Но считается, что в те времена такая температура могла быть достигнута только в горне-металлургической мастерской, но никак не на обширной открытой территории. Вот это похоже на взрыв тактического ядерного боеприпаса. На результаты взрыва, точнее. Атомная бомба появилась в арсенале человечества лишь в середине 20 века. Яркая вспышка озарила небо над плато в горах Джемеза на севере от Нью-Мехико. На несколько километров вокруг нулевой точки песок пустыни оплавился в стекло. Шар раскаленного воздуха поднялся на высоту в 10 тысяч метров. В 15 километрах оттуда, за взрывом ядерной бомбы, наблюдал ее создатель Роберт Оппенгеймер. Окружающие его коллеги ликовали. Сам же он произнес лишь одну фразу. Сегодня я стал смертью. Сокрушителем миров. Именно этот отрывок из древнеиндийского эпоса Махабхарата процитировал создатель атомной бомбы, когда увидел венец своего творения. В августе того же года атомная бомба была впервые применена против человечества. Две бомбы мощностью 20 килотонн в тротиловом эквиваленте были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки. Температура тепловой волны составляла 5000 градусов. Мгновенно погибло от излучения 300 тысяч человек. Еще 200 тысяч получили ранения, ожоги и смертельную дозу радиации. На площади 12 квадратных километров были полностью разрушены все строения. Сжигаемый жаром оружие, мир шатался как в лихорадке. Люди и звери загорались от жара и дико носились туда и сюда в поисках защиты. Вода стала горячей, а неистовство огня валило деревья рядами. Невероятно, но строки Махабхараты написаны так, как будто их создатели видели ядерные взрывы своими глазами. Но эпос создавался более 5000 лет назад. По оценкам экспертов, примерно в тот же период времени, когда был разрушен древний город Махенджадар. Если по древним текстам мы можем удивляться о том, что, по всей видимости, древние индийцы обладали и климатическим оружием, и погодным оружием, и генетическим оружием, и ядерным оружием. В Махенджадар все-таки было применено какое-то из этих видов оружия. Подтвердить или опровергнуть версию ядерного взрыва можно было только, замерив радиационный фон на месте раскопок. И здесь Дэвида Девинпорта ждала еще одна сенсация. Источник радиации помогла найти простая случайность. Рабочий забыл включенный счетчик Гейгера недалеко от одного из найденных скелетов. Стрелка на дозиметре зашкаливала. Был найден мужской скелет, который после раскопок имел радиоактивный фон в 50 раз больше, чем окружающая среда. Сразу возникает вопрос, а какую же чудовищную дозу радиации он принял перед смертью, и главное, как? Невероятно, но все останки почивших жителей древнего города излучали радиацию в десятки раз превосходящую норму. Дэвид Девинпорт попытался даже восстановить события того страшного дня. Жители города, скорее всего, знали о надвигающейся угрозе и спешно покидали его пределы. Тех же, кто не успел и замешкался, ожидала страшная смерть. Ядерный заряд большой мощности был подорван в воздухе на небольшой высоте от земли. Кто и кого мог атаковать ядерным оружием в ту пору? Но уж если люди начали им обмениваться, или разумные существа, условно разумные, скажем так, то это не должен быть ни единичный случай. Тогда должно быть понятно, где-то применяли еще. Как искать? Возможно ли, что современные представления о прошлом нашей планеты неверны? Признать тот факт, что пять тысяч лет назад на территории современного Пакистана произошел ядерный взрыв, уничтоживший мощную и развитую цивилизацию, означает необходимость переписать всю историю человечества. Катастрофу, в результате которой был уничтожен древний город, можно было бы вообще списать на какое-нибудь необъяснимое природное явление. Если бы не одно «но». Таких кратеров на Земле, по крайней мере, несколько штук сохранилось. Причем диаметр их таков, что соответствует средней ядерной нагрузке мощностью где-то порядка 10-50 килотонн. То есть обычная средняя бомба небольших размеров. Вот это воронка, оставшаяся после испытания в 65-м году ядерной бомбы, мощностью в 50 килотонн. На полигоне в Семипалатинске. А это загадочный кратер Ланар в штате Махараштра, в 400 километрах от Мумбая. Похоже, не правда ли? Исследователи до сих пор бьются над загадкой кратера Ланар. Образовался ли он в результате падения огромного астероида, или это следствие взрыва ядерной бомбы? В пользу последнего говорит тот факт, что уровень радиационного фона почвы внутри кратера превышает предельно допустимое значение в 25 раз. Но означает ли это, что за тысячи лет до нашей эры на Земле бушевала настоящая ядерная война? Далее в программе. Таинственное исчезновение жителей древнего города. Представителями более развитой цивилизации. Доисторические летающие тарелки. Называли летающими колесницами. И сверхоружие богов. Оружие, которое нами будет еще и изобретено. Я расстроила все тайны. Предназначенное для умерщвления всего народа. Страшное оружие обращало людей в прах. Даже пища приходила в негодность. Это оружие поражало целые страны и народы. Удар молнии, как гигантский посланец смерти, сжег людей. Те, которые бросились в реку, смогли выжить. Но потеряли волосы и ногти. Этому древнеиндийскому тексту уже более 6000 лет. Но как поразительно точно описаны симптомы лучевой болезни. Судя по этому тексту, доза радиации сравнима с той, которую получили жители города Хиросима после ядерной бомбардировки в 1945 году. Если верить древнему эпосу, такие взрывы происходили по всей земле. В июле 1911 года американский ученый из Ельского университета Хейрон Бингем путешествовал по Андам в Перу. Один из местных мальчиков за незначительную плату взялся отвезти профессора на гребень горы над долиной реки Урубамбе. Местные индейцы утверждали, эта дорога кишит змеями. То, что ученый увидел на вершине, потрясло его до глубины души. На высоте 2450 метров, надежно спрятанный джунглями, стоял древний каменный город. Храмы, пирамиды, дворцы, сложенные из огромных гранитных блоков. Идеально симметричные и пропорциональные. Но до сих пор неизвестны ни цель его строительства, ни число жителей, ни даже его настоящее название. Мачу-Пикчу. В переводе с языка южноамериканского племени инков старая вершина. Считается, что индейцы возвели город в 13 веке. Но жители покинули его в начале 16 века. Внезапно и навсегда. Что могло произойти в отлично защищенном городе? Катастрофа? Эпидемия? Война? По мнению исследователя Андрея Склярова, разгадка тайны города Мачу-Пикчу в том, что индейцы инки никогда в нем не жили. А в Перу и Боливии вот этот район, который традиционно относится к, скажем так, к деятельности инков. Хотя инки, в общем, явно не владели соответствующими технологиями и близко к ним не подходили. Я считаю, что это эти памятники, о которых мы сейчас говорим, были оставлены, скажем так, представителями более развитой цивилизации. Мачу-Пикчу находится на вершине Большой горы. В наши дни туристы поднимаются к комплексу на автобусах по извилистому серпантину. А еще совсем недавно сюда можно было добраться только на вертолете. Для древних инков в таком неудобном расположении города не было никакого смысла. Как в археологии принято, если назначение предмета непонятно, будем считать его культовым. Но существует еще одно доказательство того, что Мачу-Пикчу построили не инки. Камни, из которых сложены строения в Мачу-Пикчу, обработаны настолько тщательно и искусно, что возникает сомнение, могли ли инки все это построить при помощи древних медных инструментов. Не может быть реализовано на том уровне технологий, которыми обладали древние перуанцы, и в частности инки. Центральное здание комплекса Мачу-Пикчу. На мой взгляд, это было сделано задолго до инков. В основании города лежат гранитные плиты. Вес самый большой из них 15 тонн. Считается, что инки добывали их в каменоломнях, расположенных в 300 километрах от Мачу-Пикчу. Но существует общепризнанное мнение, что индейцы до знакомства с европейцами не знали даже колеса. Могли ли они поднять такой невероятно тяжелый груз на вершину горы вручную? Это сделала цивилизация земная, не инопланетная, которая существовала и развивалась на Земле на протяжении 15-10 тысяч лет до нашей эры. И на вершине своей кульминации они сделали сооружение для решения своих инженерных задач. Каких? Мы к этому только приближаемся. На самой вершине холма Мачу-Пикчу расположена площадка идеально треугольной формы, в середине которой возвышается священный камень Интиуатана, так называемый причал Солнца. Ряд ученых предполагает, что это было местом наблюдения за звездным небом, своего рода древней обсерваторией. Но ничто, кроме высокого местоположения не говорит в пользу этого. У Андрея Склярова есть более смелая версия. Интиуатана была древней парковкой летательных аппаратов. «Было шутки по посадочной площадке, летали на неких небесных колесницах, какие-нибудь, неважно, вертолеты, пусть даже простые, известные нам, не обязательно изобретательные лоты, а грызг центры подушки». Просто летательный аппарат, перемещающийся по воздуху. Естественно, удобнее садиться на каких-то возвышенностях. Вот здесь была возвышенность с приспособленной формой. Возможно, именно поэтому камень получил такое экзотическое название «Причал Солнца». Древние инки видели, как огромный сияющий шар приземлялся на вершине холма. И им казалось, что это само Солнце причаливало к месту своего обитания. Необычные небесные явления, которые мы сейчас называем неопознанными летающими объектами, в древности часто называли летающими колесницами, что еще лучше будет, если это колесницы, тем более с богами по небу летим. 17 декабря 1903 года. Летательный аппарат «Флайер-1», построенный братьями Орвелом и Уилбором Райт, совершил первый управляемый горизонтальный полет. Неуклюжая этажерка продержалась в воздухе 59 секунд и пролетела 260 метров. Детище Райтов было официально признано первым в мире аппаратом тяжелее воздуха, который совершил пилотируемый полет с использованием двигателя. Так началась история мировой авиации. Тогда же во всех языках мира появилось новое слово аэроплан. Во всех, кроме одного. В языке хинди, на котором официально разговаривают в Индии, необходимости вводить новое слово, обозначающее летательный аппарат, не было. В этой стране с древнейших времен существует понятие вимана. На хинди вимана означает летательный аппарат. Ну, если брать сегодняшний день, то это самолет или какой-нибудь космический корабль. А что означало слово вимана в древности 5000 лет назад, в том же санскрытии или в том же хинди? Тоже означало летательный аппарат. Описание виманы встречается абсолютно во всех древнеиндийских эпосах. В Махабхарате на них передвигались по воздуху высшие существа. Тут же приводится точное описание внешнего вида и устройства летательных аппаратов. Указывается, что эти самые виманы могли развивать в атмосфере скорость до 800 километров в час, летать на высоте до 12 километров. 1973 год. Индия. Группа ученых издает перевод древнего труда под названием Виманика Шастра. В книге подробно описаны действия воздушных колесниц или Виман. Сообщается, что виманы были невероятно прочными. Их нельзя было сломать или даже сжечь. В виманах использовался двигатель на ртутном топливе. Они были гражданскими и боевыми. Гражданские могли перевозить на своем борту до 13 человек. Боевые использовались для уничтожения всего живого. Так написано в древнем тексте. Вполне на нашей планете могли вестись достаточно разрушительные войны. Содержится огромное количество данных о том, что древние индусы обладали настолько мощным разрушительным оружием массового поражения, по сравнению с которыми современные вомбы выглядят новогодней хлопушкой. Виманика Шастра не эпос и не предание. Это настоящие технические трактаты. В текстах, возраст которых насчитывает две с половиной тысячи лет, приведены схемы, чертежи и указаны размеры деталей летательных аппаратов. Представлено 32 вопроса, на которые должен иметь ответ пилот этих самых виман. И в том числе тому есть ключевые слова, которые связаны с ремонтом этих самых виман. Если нужен ремонт, отсюда делается вывод, что вимана, как и любая техника, время от времени ломалось. И вот это карас и убеждает нас в реальности этих виман. Но кем были пилоты этих воздушных кораблей. Посещали нас представители процивилизаций. Либо посещали, либо сосуществовали с нами вместе. Они были разные. А могли, собственно говоря, и делить сферы влияния, что приводило к катаклизм и к катастрофам. Возможно, одна из таких катастроф и произошла пять тысяч лет назад в древнем индийском городе Махенджадаро. Остается только предполагать, какой вид оружия был использован. Невозможно, что в Махенджадаро было использовано то оружие, которое нами будет еще изобретено. Далее в программе учебники истории врут. Говорят обмени тоже. Какую тайну хранят древние мифы? Реальная история человечества. Трагическая гибель цивилизации. Я раскрою все тайны. Цивилизация Шумера, загадочным образом зародившаяся около семи тысяч лет назад, столь же внезапно и таинственно исчезла. В исторических трудах обстоятельства, связанные с падением этого древнего государства, обычно обходят молчанием. В учебниках истории рассказывается, что эта могущественная цивилизация приобрела соперника в лице соседа столь же таинственной Акадской империи. А потом шумерские и Акадские народы исчезли в одночасье без каких-либо видимых причин. Но в древних текстах того времени, дошедших до наших дней, встречается описание страшной катастрофы, обрушившейся на земли Месопотамии. Описание этой катастрофы древними авторами кажется сегодня настолько удивительными и невероятными, что проще и удобнее отнести их в разряд мифов. Но факт остается фактом. Падение величайшей цивилизации древнего мира произошло внезапно. Шумеры как будто испарились. На землю обрушилось бедствие, до тех пор неведомое человеку, какого не видели раньше никогда, против которого нельзя устоять. Днем земля была лишена яркого солнца, вечером на небе не сияли звезды. Этот текст датируется вторым тысячелетием до нашей эры. Является ли он достоверным? Описано ли в нем то, что происходило в действительности? Страшная трагедия, в результате которой была уничтожена шумерская цивилизация. Это вопрос доверия практически ко всем литературным источником древнего мира. Очень много описано событий. Мы считаем, что это мифология, сказки. На самом деле это описана реальная история человечества того времени. Еврейская Тора, Египетская книга мертвых или Шумерские плачи. В каждом из этих источников можно найти описание разрушительного вооруженного конфликта. Мифические боги, атланты, демоны и титаны сошлись в смертельной схватке. Интерес к древним легендам и преданиям здесь прослеживается именно в том числе, что совершенно разные народы, совершенно в разных регионах, на разных материках говорят одно и то же. Невозможно получить одни и те же образы совершенно в разных частях света. они не могут возникнуть спонтанно. Более того, они не могут совпадать, и уж тем более не могут совпадать в директорах. Наиболее подробно и красочно эта война описана в древнеиндийском эпосе Махабхарата. Враждующие стороны применяют друг против друга различные типы сверхмощного вооружения. Их описания до недавнего времени казались чем-то сказочным и неправдоподобным. очень много названий, очень много технических терминов, которые конкретно описывают тот или иной вид оружия. И лазерное оружие, и вакуумную бомбу, и направленный пучок света, и направленный пучок энергии, и направленный луч света, который воздействует на психи человека. Некоторые специалисты насчитали 90 видов оружия. У каждого персонажа свой вид оружия. Кульминация войны 18-дневная битва на священном поле Курухшетре. На нем впервые применили оружие богов. Сверхмощную бомбу, которая способна стереть с лица земли целые города и страны, а затем поднимается в небо белым столбом. Это оружие, которое напоминало современное ядерное. Погружали землю то во мрак, то с неба изливались потоки воды, то выглядывало солнце, то начинались землетрясения, то земля становилась видимой, то невидимой. В 20-м веке человечество столкнулось лицом к лицу с угрозой самоуничтожения. Различные типы сокрушительного оружия, описанные в Махабхарате, перестали казаться всего лишь художественным вымыслом древнего автора. Молнии, выжигающие землю, белые столбы, поднимающиеся к небу, огнедышащие жезлы, все это уже есть на вооружении современной армии. Но если часть древнего эпоса перестала быть сказкой, возможно, и весь остальной текст тоже правда. Далее в программе «Война богов». Посмотреть воочию, к чему приведет так цивилизация. Миллионы невинных жертв. Большой ядерный церковь. И древние поля сражений. Почему-то погибли, почему-то. Я раскрою все тайны. В 1642 году в Мадриде была издана книга миссионера иезуита Фернандо де Монтесинеса. Она так и называлась «Хроники Монтесинеса». В ней монах описывал древнюю историю завоеванного конкистадорами народа индейцев инков. Общественность сразу прозвала Монтесинеса южноамериканским бароном Мюнхгаузеном. Дело в том, что образованные европейцы сочли сведения, приводимые монахом из истории инков, фантастическими и сказочными. Материалы по истории инков для своей книги Монтесинес начал собирать во время миссионерской службы в Южной Америке. Коренные индейцы рассказывали ему то, что передавали сами из поколения в поколение. От индейцев Монтесима узнал, что до инков Южную Америку населяли всесильные гиганты. Но они разгневали богов. Огонь с небес уничтожил их в одночасье. Все события описанные в хрониках Монтесинес датирует периодом всемирного потопа. У иудеев до сих пор сохранилось летоисчисление от сотворения мира. К примеру, 2011 год, 7520 год от сотворения мира. Считается, что всемирный потоп произошел в 1590 году от сотворения мира. Получается, что гиганты, населявшие Южную Америку по преданиям инков, были уничтожены в четвертом тысячелетии до нашей эры. А это в точности совпадает со временем уничтожения древнего шумера, описанного в плачах, и с войной богов в древнеиндийских трактатах. Территория Перу и Боливина, на мой взгляд, как раз сохранила следы войны богов, когда эта высокоразвитая цивилизация разделилась на две больших противопоставящие группировки и вела между собой военные уничтожения. Андрей Скляров вместе с группой единомышленников, в которую входят физики, историки, химики и математики, объездил полмира в поисках свидетельств существования в древности высокоразвитых цивилизаций. Шумерские или египетские боги, атланты и титаны, по мнению исследователя, они могли существовать в действительности. На самом деле, когда начинаешь смотреть древние легенды преданий по смысловому содержанию и сравнивать их уже с современным научным знанием, которое накопило археологию, палеонтологию, геологию и так далее, выясняется, что в подавляющем большинстве легенд и преданий да, немножко в искаженной форме, немножко стилистически, но высказывает, идет реальных событий, которые имеют в виду. Это Боливия. Вблизи самого высокогорного озера в мире Титикака расположены останки древнего комплекса Пума-Пумку. Его назначение историками до сих пор не определено. Идеально подогнанные плиты из твердого андезита образуют фундамент монумента. Строения, которые находились на нем, не удалось воссоздать ни одному археологу. Это сооружение уже непонятной формы, значит, оно было взорвано так, что от него остались куски в несколько сотен тонн. Эти куски залетели в воздух, перевернулись, упали АБК. И потом их еще взяли из гребли в одну кучу. Это, скажем так, ну, если не большой ядерный взрыв, ну, по крайней мере, чтобы оставить границу в скалах такого воронка, нужно что-то там, скажем так, под несколько килотон. Исследователь утверждает, в Перу и Боливии осталось множество доказательств древнего вооруженного конфликта. К примеру, эта воронка, по его мнению, осталась от ракетного удара. Объяснить все эти разрушения в Южной Америке только лишь природными катаклизмами, землетрясением или наводнением невозможно. Землетрясения пошли бы соседние блоки и там характер разброса блоков вокруг, он совершенно не соответствует грудам, которые на месте землетрясения образуются. Пытаются различные исследователи объяснить каким-то образом это, но понимания, по-моему, никто не имеет до сих пор. Снаряд заряженной силой всей вселенной. Раскаленная колонна дыма и огня, яркая, как десять тысяч солнца сените, поднялась во всем своем великолепии. железный удар молнии, гигантский посланец смерти, который превратил в пепел все живое. Это цитата древнеиндийского эпоса Махабхарата. Напрашивается прямая аналогия со взрывом ядерной бомбы. Скептики скажут, мы дети своего времени и мыслим категориями нашего времени. Возможно, иное время иная военная техника подскажет людям совершенно иные аналогии. Но правильно ли это? Далее в программе. Кто решит судьбу человечества? Уничтожим сами себя. Когда погибнет наша цивилизация? Отсела несколько лет. И есть ли у нас шанс на спасение? Я расстрою все тайны. Существует теория, по которой история человечества развивается по спирали. Другими словами, наша цивилизация не единственная за всю историю Земли. Мы же помним только последний виток этой временной спирали. Значит, описанные в мифах и эпосах ужасы войны, в результате которой была уничтожена жизнь на планете, на самом деле хроника страшной катастрофы, которая ожидает нас в будущем. Мы должны понимать только одно, что до нас были цивилизации, которые были очень мощными, которые существовали достаточно долго, достигли вершин познания мира, освоения этого мира, почему-то погибли, почему. Наша цивилизация насчитывает всего лишь несколько тысячелетий, а возраст Земли примерно 5 миллиардов лет. Исследователи настаивают, за это время на планете могло существовать огромное количество других, в том числе и высокоразвитых цивилизаций. находятся артефакты, которые в результате специальных анализов с помощью аппаратуры проводимых относят к возрасту 5 миллионов лет назад, 500 тысяч лет назад, 2-3 миллиона лет назад отдельные артефакты найденные насчитывают. Найденные по всей планете следы их существования указывают на то, что все они шли примерно по одному пути развития, по тому же, по которому сейчас идем мы. Но все они однажды прекратили свое существование. Была какая-то высокоразвитая цивилизация, высокоразвитая человечество, которое в результате войны, в результате катаклизма эта цивилизация была отброшена в дикое состояние. И вот дальше мы как бы забыв про это про все, фактически начали развиваться заново. И вот теперь естественно возникает вопрос, не дойдем ли мы до этого же состояния, когда возьмем и уничтожим сами себя. В конце 70-х годов прошлого века вычислительный центр Академии наук СССР начал проводить расчеты последствий ядерной войны. Результаты впечатляли. Вот строки отчетного документа. В результате пожаров огромное количество мелких камней, пыли, дыма и продуктов горения приведет к возникновению плотной дымовой завесы, которая полностью перекроет доступ солнечным лучам к земле. В первые две недели температура воздуха понизится до минус 25 градусов. погибнут почти все растения и часть животного мира. В 1983 году американский астроном Карл Саган публикует в открытом доступе свои прогнозы последствий ядерного противостояния держав. Его расчеты в точности совпадают с работами советских ученых. В том же слышит термин ядерная зима. Что полезного можно исчерпнуть из этого знания? К сожалению, мы подходим к той черте, к которой подошли те ребята. Есть шанс, что мы избежим их участия. Без солнечного света на земле прекратится круговорот воды, кислород вскоре заменится углекислым газом. Океан замерзнет до самого дна. Все, кто не погибнет в результате взрыва, и смертельной дозы облучения, вскоре умрут от голода, голода и кислородного голодания. На планете практически полностью будет уничтожена вся экосистема. По расчетам ученых, ядерная зима продлится не менее десяти лет. К тому моменту жизнь на земле будут представлять только отдельные виды бактерий и микроорганизмов. После того, как плотное облако пыли рассеется и солнце вновь станет согревать землю, бактерии смогут образовать новую ветвь эволюции. Но прежде, чем планету вновь станут заселять, разумные существа пройдут миллионы лет. Как минимум нужно понимать, что заставило их уйти с арены деятельности, почему они исчезли, почему они деградировали. Мы идем к этому же, и мне очень бы хотелось посмотреть во очи, почему приведет к цивилизации. Хотелось бы извлечь ошибки на примере других, а не учиться на своих собственных. Мало кто знает, но с момента изобретения атомной бомбы мир не раз был на пороге ядерного апокалипсиса. В январе 1961 года на одном из дежурных самолетов американских ВВС Б-52 в полете произошла авария. Командир корабля, опасаясь взрыва бомбы на борту при вынужденной посадке, сбросил ее. Бомба мощностью 24 мегатонны, а это в полторы тысячи раз больше, чем та, которая была сброшена на Хиросиму, упала на землю в американском штате Северная Каролина. Взрывное устройство чудом не сработало. В 1966 году в небе над Испанией американский бомбардировщик столкнулся с самолетом заправщиком. На этот раз в районе небольшого населенного пункта Паламерос были сброшены четыре термоядерные бомбы мегатонного класса. Взрыва не произошло, но при падении бомбы разрушились и заразили окрестности своей радиоактивной начинкой. при современных уровнях ядерного вооружения в нашей цивилизации осталось немного от силы несколько лет или десятых лет. За последние 65 лет на земле произошло более двух тысяч ядерных взрывов. Это не были результаты военных действий, это были испытания ядерного оружия. В четырех доступных человечеству пространствах на земле, под землей, под водой и в космосе. И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. откровение Иоанна Богослова. В 1947 году создатели первой американской атомной бомбы учредили необычный проект «Часы судного дня». Они показывают степень угрозы для человечества. Полночь на этих часах символизирует ядерный апокалипсис. Решение о переводе стрелок принимает ученый совет. К примеру, в 1953 году СССР и США с разницей в 9 месяцев испытали свои термоядерные бомбы. Часы показали без двух минут 12. Мир был действительно всего в двух шагах от ядерной войны. Сегодня значение часов судного дня 6 минут до полуночи. А это значит человечество по-прежнему находится на грани самоуничтожения. СССР